Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Девятый том. Вопрос 2269. Евангелие от Матфея, 5 глава, 5 стих. «Блажины кроткие, ибо они наследуют землю». Как это, кроткие могут наследовать землю? Ведь они слабаки. А как же сила и власть? Кротость – дар или приобретение? «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин». Притча Соломонов, 15 глава, 1 стих. «Гнев губит и разумных». Кроткий ответ отвращает гнев. Оскорбительное слово возбуждает ярость. «У меня есть знакомые, у них восемь сыновей. И только один оказался в десантных войсках. Знал много приемов защиты. Вернувшись из армии, он по пьянке в драке погибает. Другой, совсем тихий его брат, становится священником. И у него есть земля». Сирахов, 28 глава, 20 стих. «Удар бича одел и трубцы, а удар языка сокрушит кости». Сирахова, 11 глава, 12-13 стихи. «Иной взял, нуждается в помощи, слабосилен и изобил от нищитою. Но очи Господа презрели на него во благо ему. И он восставил его из унижения его, и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него». 1 Петра, 5 глава, 5 стих. «Так же, младшие, повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кротость есть дар Божий, и его нужно развивать в себе. Но если ты такой был от природы, — говорит златоуст, — то награды за это тебе нет. Но если от природы был вспыльчивый и гордый, и преобразился во Христе в кроткого агнца из волка, тогда предложит награда. Ласковый теленок двух маток сосет, бодливому и своя мать рога покажет. За кроткого даже в тюрьме могут заступиться, а гордого и там нужно идет. Стихотворение «Воспрянь моя псалтирь или гитара, Не дотянуть, как видно, до органа. Пусть мысленно с Давидом мы на пару Ославим подлых полчища поганых. И хвой собачий захлестнул эфир, Раздерганные вдрызг метутся в тени. Косматый сгинет, видеокумир, Сотрется след обкуренного пенья. Брятся эти струны в похвалу творцу, О всех победах с игловой слитых. Деревья ветками от радости трясут, Листой засыплют вслед врагов убитых. Давид еврей, летав рыбей сильней, Перерастая в грохт канонады, Разнепогодятся, быть может, Даль синеет, до горизонта, Так врагам и надо. Очистилась земля, стряхнула нечисть, Коммунистические проказы и заразы, Псалтирь ликует, Изобвенья млечит, От атеистов, адвентистов разных. Пока что неумело подпеваю, Псалмы на память часто по слогам, Как грязь на улице проклятых попираем, Евангелие бьет их по рогам. О наших личных и церковных бедах, Захлёбываясь, струны голосят, Надежды на прощение согретых, Зовет к раскаянию хлопцев и девчат. Наш композитор Иесеев сын, Мавитянки Руфи, славный правнук, Псалмы, подобие живительной росы, Но огненная лава на упрямых. Был вечер, чтение, молитвы по псалтире, И было утро по псалтире пенье Во всей вселенной, в храмах и квартирах. Молитва за врагов, наш дух новозаветный. Игнатий Лавкин, 2004 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова